Всем большой привет, дорогие зрители. У нас с Домиником сегодня очень важное задание. Мы идем к стоматологу. Ты готов к посещению стоматолога? Да. Да, готов? Ну, посмотрим, что у нас получится. Не погнили. Не погнили. Ты уже как расскажешь тяжелую, сложную историю. Там мне не понравился один зуб, поэтому надо показать срочно стоматологу. Как настроен? Хорошо. Ты боишься или нет? Не боюсь. Конечно, скажи, чего бояться? Мы у стоматолога с Домиником были только на осмотре, но никаких манипуляций никогда не делали. Поэтому, конечно, немножко волнуюсь, хоть бы все прошло хорошо, хоть бы ничего там страшного у нас не было. А если и есть, чтобы мы успешно с этим справились. Посмотрим. Едем мы в любимый стоматолог. Раньше в данную клинику я обращалась со Стефанией. Доминик ожидает приема уже. С ним уже улыбаются, поздоровались, спросили, как зовут. Волнуется, но сосредоточен. Мы ему объяснили, что надо. И он готов. Здесь даже часы в форме зубика. Где же? Доминика больше всего волнует вопрос, что это за фотографии здесь висят, как их прикрепили. Да, Доминик? Говорит, очередь не зовут меня. Ожидает, что уходится. Так, мерцает, потому что везде лампочки. Мы уже ждем, а ему, конечно, ждать не совсем хочется. Что? Скажи уже, что угодно делали, да? Ну что, Доминик, все прошло уже? Тебя лечили зубик один? Да. Полечили один. Доминик был просто героем. Кстати, я не утрирую. Я сама была в каком-то таком даже удивлении от того, насколько Доминик себя хорошо вел. Он сел. Правда, перед этим я ему дома все рассказала, что мы будем ему лечить зубик. Он сел такой сосредоточенный. Ротик сразу открыл. Все, смотрите внимательно. Ему в итоге посмотрели все зубы, лечили один, тот, который я даже не предполагала. Я думала, что нужно лечить совсем-совсем другое. Оказывается, нет. Он говорит, нет, там есть малюсенькая точечка, но она абсолютно пока не требует никакого лечения, только наблюдение. Это еще раз говорит о том, что проверяйте зубы именно у стоматолога. Потому что то, что мы видим, это одно, а доктор с зеркалом видит абсолютно другое. Он в итоге, доктор, увидел совсем другой зуб. Говорит, а вот этот, хотя там ничего внешне кажется и не видно, надо полечить. В итоге мы залечили ему один зуб и, собственно, будем наблюдать, как нам дали рекомендации по уходу, какими паестами пользоваться. Вот, кстати, такое еще дельное замечание. У нас паста Рокс с трех до пяти, а в ней мало фтора. В данном возрасте уже надо от тысячи. Поэтому нам порекомендовали другие, там, либо Элмакс, либо Лакалют. А если мы берем Рокс, то нужно брать для деток от восьми лет. Там содержание фтора от тысячи. Видите, какие-то такие ценные рекомендации, о которых даже мы не догадываемся самостоятельно. И еще мне посоветовали интересную зубную щетку, чтобы именно вот эти пятерочки, шестерочки можно было чистить. Кстати, мы заплатили за прием 172 рубля. Ну, достаточно дорого, недешево. Но качество обслуживания, конечно, на очень высоком уровне. У меня ребенок вышел и говорит, а когда я приду сюда еще? То есть, это говорит о многом. Потому что был доктор, два ассистента, один, второй, они его заговаривали. Но он, правда, был большим умничкой и сам самостоятельно все делал. И сам самостоятельно хорошо сидел. Ему все выполняли, все манипуляции, никаких резких движений. Он внимательно все слушал. Но только раз ему было интересно, что же это за процесс происходит, что там делают. Так как ему зуб лечили вообще первый раз. В общем, такой у нас опыт посещения стоматологии. А сейчас идем покупать подарок, как мама и обещала. Ну, теперь держать же нужное обещание, да, сынок? За подарком идем? Да. И подарочков ему надарили. Дали картинки, говорит, мама, разрисовывать будем. Идем. Ну, и заодно вам покажу виды Минска. Игорь показывает Черногорию, а я же должна показать, что у нас творится в Минске. Мы идем по улице при тысках. Достаточно интенсивные движения здесь. Все в тумане. Видите, у нас ничего не видно. Вот такая погода сейчас в Минске. Да? Все затуманено. Абсолютно все. Но сейчас потеплело. Вчера у нас вообще было плюс один градус. Сегодня немножко ниже, минус два. Хотя мне кажется, что сейчас теплее. Ну, вот такой туман. Вот она, радость для Доминика. Что, столько много игрушек, да? Ну, конечно, я же обещала тебе. Я хочу столько подарков. Четыре, что ли? Четыре. Ты аж четыре подарка хочешь. Мне кажется, это очень много. Нет, это не много. Ну, ты смотри, что тебе понравится. Не лишь бы купить, а чтобы тебе просто было интересно. Да? Хорошо? Ты уже определился, что это? Конструктор, машинка. Что бы ты хотел? Или еще пока не знаешь? Не знаю ничего. Ты просто наблюдаешь, что тебе понравится. Рассматриваешь, да? Ну, хорошо, смотри. Такой огромный магазин. Я здесь никогда не была. А это для возраста. Такую машину? А что это? Это текая пушки. Это не пушки. Это машину собирать надо. Мы ее соберем с тобой. Ты же смотри, чтобы сам смог собрать. А то купишь, а мне придется собирать. Мы ее соберем. Нет, давай что-нибудь еще другое посмотрим. Пожалуйста. Этим не поставим. Нормально, Доминик. Зубы на 170 рублей полечили. Еще и конструктор на 100 купи. Это поставь, пожалуйста. Да, давай что-нибудь другое посмотрим. Сыночек, ты тут выбирай что-нибудь поэкономичнее. Папа тоже наше видео смотрит. Вот скажет. Конечно. И игрушки по 100 рублей. А вот хоть... Что это? Ой, Доминик молодец. Он знает, что нужно выбирать. Покупай мне вот такую машину и все. За 500 рублей. И починить тут же надо. Я знаю, что они привлекают твое внимание. Но машину мы точно такую, сынуля, покупать не будем. Ну все называется. Готовьтесь. Это отдел пушек. Это прям любовь. Конструкторы, пушки и машины. Ну что там, привлекло что-нибудь твое внимание еще? Я еще не знаю. Еще не знаешь? А вот какая-то трасса с препятствиями. Что это за трасса? О! Подожди, подожди. Не снимай, не снимай, сын. Я хочу петь. Это тебе надо? Да. И что, я выбирал? Сколько? Один я на сон. Доминик, ты мое чудо. Ну то, и чтобы вы понимали. 76 рублей стоит этот набор. Ему надо три штуки. Ну мы сейчас договоримся. Он всегда так начинает. А потом мы с ним находим общий язык. И все нормально заканчивается у нас. Покажу вам, что выберем в итоге. Ну что, подарок куплен, Доминик? Да. Конечно, Доминик сейчас любит мастерить. Поэтому у нас набор для строителя. Молоток, все есть там, да, все необходимое. Но и слаймы, куда без них. Он тоже их любит. Поэтому купили ему еще два слайма. Вот такой Доминик заработал сегодня. Полечил зуб и заработал. Ну а теперь самая важная часть. Приехал домой, тут же надо разбирать, смотреть, что купил. Что у тебя там? Рассказывай. Эй, здесь они скольные. И Яну тоже интересно. Смотрит и Яну. Извините. О, уже тебе город. Я же вам уже говорила. Он сейчас постоянно играет. Разные профессии. То он строитель, то он продавец в магазине. То еще что-то. Но больше всего в последнее время строительством занят. Поэтому пусть уже строят. Батарейки нужны? Да. Нету батареек? Да. А что у тебя там? И молоток есть? Да. Все, что только можно. И шуруповерт. И молоток, и шуруповерт. Ян, тебе тоже интересно? И Яну тоже смотрит, да? Что-то такое новое принесли домой. Надо обязательно посмотреть. И коту, и Доминику. Все забыл. Говорил, есть хочу. Но когда пришел домой, первым делом нужно же, конечно, разобрать подарки свои, посмотреть. Если честно, уже Доминик забыл, что он этот зуб ходил лечить. Уже все ему там. Все нормально. У тебя больше не было больно. Было больно? У меня такая. А если честно? У меня честно. Но ты же выдержал. Ты ни одного звука не издавал. Ты справился? Так, а тут Ян пытается. Ян, это не для 11-килограммового кота эта коробочка. Ты вряд ли туда поместишься. Ян, ты смешной. Доминик, чтобы не ударил. Доминик, он может так. Он злой, видишь? Он может ударить. Ян, Януш, проходи. И Вера там наша ходит. И Вера тут как-то. Но ходит Ян. Все, вышел Ян. Я уже переживала, чтобы не подумала, что это туалет. У меня вроде бы нормально все, просто посидел. Но и резюмируя наш подход к стоматологу, хочу сказать, что, конечно, приходить нужно вовремя. Надо смотреть за зубами. Приходить на постоянный контроль. Потому что даже то, что смотрим мы, не всегда мы там все увидим, то, что нужно. И тщательно чистим зубы. Вот. Основа всему. Ну, конечно, я рада тому, что первое было крещение. У нас прошло без эксцесса. Все было в полном порядке. Доминик был большой, умничкой и справился с этим квестом. Ну, а на сегодня говорю вам всем пока. Всем пока. До встречи в наших новых видео. Всем пока. Всем пока. Мама, а здесь у тебя где у тебя? Ну, я точно не знаю. Надо посмотреть сейчас.